Не забудь подписаться, и тебя ждут самые мудрые и духовные книги лучших авторов и дикторов русского интернета каждый день. А сейчас пристегивайся, садись поудобнее, и мы начинаем. В наши дни люди склонны думать, что больше нет нужды в религиозных правилах и установлениях. Мы надеемся, что если мы способны сохранять осознанность и познать себя самих, то это и есть все, что от нас требуется. Ведь нам бы хотелось, чтобы так оно и было, не правда ли? Просто поддерживая осознанность денно и нощно, что бы ты ни делал, попивал виски, затягивался косячком, взламывал сейф, грабил прохожего, повстречавшегося на темной улочке. Коль скоро ты делаешь все это в состоянии осознанности, все в порядке. В Таиланде есть один блестящий буддийский философ. Сейчас он уже глубокий старик. Но несколько лет назад я гостил его в монастыре. Я приехал из монастыря Аджан-Ча, так что спросил о винае, монашеских правилах, и о том, насколько они важны для практики медитации и для пробуждения. Что ж, сказал он, только осознанность, вот все, что тебе нужно. Просто пребывай в осознанности и все в порядке. Не беспокойся обо всем прочем. А я подумал, звучит превосходно, но почему же Аджан-Ча так подчеркивает значение всех этих правил? Я испытывал великое почтение к Аджан-Ча, поэтому по возвращении рассказал ему о словах псих-философа. Аджан-Ча ответил, это верно, но это неправильно. Сейчас мы склонны к слепой привязанности, не так ли? Представим себе, например, что вы запертые в грязной, вонючей тюремной камере. И вот приходит Бунда и говорит, вот тебе ключ. Все, что ты должен сделать, это взять его, засунуть вон в ту дырку под дверной ручкой, повернуть по часовой стрелке, повернуть ручку, открыть дверь, выйти из камеры, и ты свободен. Но может случиться так, что вы настолько привыкли сидеть в тюрьме, что не вполне понимаете эти выказания и говорите «О, Бхагван дал мне этот ключ». А потом вешаете его на стену и каждый день молитесь на него. Благодаря этому ваше пребывание в тюрьме может сделаться немного более счастливым. Быть может, вы будете способны более стойко переносить все трудности и зловоние вашей грязной камеры. Но вы по-прежнему в тюрьме. Потому что вы не поняли, что сам по себе ключ не спасет вас. Из-за недостатка разума и понимания вы просто слепо уцепились за ключ. Вот что происходит с последователями любой религии. Мы просто хватаемся за ключ, чтобы поклоняться ему, молиться ему. Но мы так и не учимся, как им пользоваться. Так что, когда в следующий раз Будда придет и скажет «Вот тебе ключ», вы, может быть, будете разочарованы и скажете «Я ничему этому не верю. Я годами молюсь этому ключу. И хоть бы что произошло. Этот Будда лжец». И вы хватаете ключ и выкидываете его в окно. Это другая крайность, не так ли? Но вы по-прежнему заперты в тюремной камере. Так что это тоже не решило проблему. Но через несколько лет Будда все же приходит снова и говорит «Вот тебе ключ». На этот раз вы стали немножко мудрее и способны распознать возможность эффективного использования ключа. Так что вы слушаете чуть повнимательнее, делаете все как надо и выбираетесь на свободу. Ключ – это религиозные правила его становления, как, например, буддизм Дхиравады. Это всего лишь ключ, всего лишь форма. Это не самоцель. Мы должны обдумать, поразмыслить над тем, как его использовать. Зачем он нужен? Нам также нужно приложить силы для того, чтобы встать, подойти к двери, вставить ключ в скважину, повернуть его в правильном направлении, повернуть ручку двери, открыть дверь и выйти. Ключ не станет этого делать за нас. Мы должны сами это понять. Правила сами по себе ничего не станут делать, потому что они не способны приложить усилий. В них нет нерешимости, ничего бы то ни было еще. Лишь то, что вы сами в них вкладываете. Так же, как ключ ничего не может сделать сам по себе. Польза, которую можно получить от него, зависит от ваших усилий и мудрости. Некоторые современные религиозные лидеры говорят, не имейте ничего общего ни с какими религиозными правилами. Все они подобны стенам тюрьмы. И похоже, они думают, что путь в том, чтобы избавиться от ключа. Что ж, если вы уже выбрались из камеры, то, конечно, ключ вам уже ни к чему. Но если вы все еще внутри, то от него все же есть кое-какая польза. Так что мне думается, вам надо узнать, где вы – внутри или снаружи. А тогда вы будете знать, что делать. Если вы по-прежнему находите, что вы полны сомнений, неуверенности, страха, смущения, в особенности сомнения, – это главный знак. Если вы не уверены в том, где вы находитесь, что вам делать или как это делать, если вы не уверены в том, как выбраться из тюремной камеры, тогда наиболее мудрым решением будет не выкидывать ключи, не коллекционировать их, а взять один ключ и выяснить, как им пользоваться. Вот что мы имеем в виду под практикой медитации. Практика Дхаммы заключается в том, чтобы научиться, как взять тот или иной ключ, использовать его, чтобы открыть дверь и выйти наружу. Когда вы вышли из камеры, вы уже все знаете, больше нет сомнений. Что ж, мы можем начать с высокого воззрения, заключающегося в том, что довольна одной осознанностью. Но что же мы имеем в виду? Что такое эта осознанность? Это действительно то, что мы подразумеваем. Мы видим, как люди говорят «я очень внимателен» и делают что-то очень методично и бедантично. Они концентрируют внимание на каждом глотке пищи и кладут, кладут, кладут ее в рот, жуют, 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 глотают, глотают, глотают. И вот вы думаете, он очень осознанно ест, не так ли? Но на самом деле он может полностью пребывать вне осознанности. Он просто очень сосредоточен на это дело. Он сосредоточен на том, как берет кусок, как он касается его, жует и глотает. Мы путаем осознанность и сосредоточение. Или, например, ограбление банка. Мы думаем, ну если вы грабите банк в состоянии осознанности, то все в порядке. Я очень осознан, когда граблю банки, так что не создаю никакой каммы. Чтобы быть хорошим грабителем, вам нужно обладать способностями к сосредоточению. Вам нужно поддерживать осознанность в том смысле, что вы должны преодолевать страх, сознавать возможные опасности. Ваш ум должен стоять на страже, чтобы вовремя заметить какое-либо движение или знак опасности или угрозы, а потом сосредоточиться на том, как взломать сейф и так далее. Но в буддийском понимании осознанность Сати всегда объединена с мудростью Панни. Сати Сампаджанни и Сати Панни. В Таиланде используют эти два термина вместе. Они значат осознанность, ясное понимание и осознанность, мудрость. Так что у меня может появиться помысел о том, чтобы ограбить банк, мне нужно немного денег, так что пойду-ка я грабить Вестминстерский государственный банк. Но Сати Панни говорит, «Нет, не поступай согласно этому помыслу». Панни распознает плохой результат, который я создам, послушавшись помысла. Комический результат. Она дает понимание, что такая вещь неправильна, что ее не стоит делать. Таким образом присутствует полное понимание этого импульса. Знание, что это всего лишь импульс, не имеющий собственной сущности. Так что даже если во мне может быть желание ограбить банк, я не стану создавать себе невротические проблемы и беспокоиться о таких преступных наклонностях. Человек распознает, что это просто возникший в уме импульс и что он воздерживается от действия согласия с ним. И тогда у него появляются критерии добродетели, силы, представляющие собой условное установление для того, чтобы жить в человеческом теле, в этом обществе, вместе с другими существами, в этом материальном мире. Определенный стандарт или направляющий, как для деяния, так и для недеяния. Пять обетов заключаются в том, чтобы не убивать, не воровать, воздерживаться от неправильного сексуального поведения, не лгать и не увлекаться лживыми речами, и не принимать напитков или наркотиков, изменяющих сознание. Вот направляющие для практики силы. В буддистском понимании сила – это не какой-то застывший, несгибаемый стандарт, в соответствии с которым вы осуждаетесь на адские мучения, если как бы то ни было, что бы то ни было изменить. Так обстоит дело в рамках той застывшей, жесткой нравственности, которая ассоциируется у нас с викторианской эпохой. Все мы боимся запуганного паританского морализаторства, выдававшего тогда. Так что, когда вы сейчас употребляете слово «нравственность», люди порой вздрагивают и думают «Ух, это викторианская зажатость. Он, наверное, один из тех ужасных морализаторов, что боятся жизни. Нам нужно вырваться на свободу и испытать жизнь. Мы не хотим нравственности. Мы хотим опыта». И вот вы видите, как люди вырываются на свободу и вытворяют всякие штуки, думая, что опыт сам по себе – это все, что нужно. Но бывает и такой опыт, которого лучше бы вовсе не иметь, особенно если он входит в противоречие с обычным остолкованием пяти обедов. Например, вы можете сказать, «Я в самом деле хочу испытать убийство, ибо мое познание жизни будет неполным, пока я кого-нибудь не убью. Моя свобода спонтанно действовать будет ограничена, пока я не получу реальный опыт убийства». И некоторые могут в это верить, но, быть может, не относительно убийства, это на самом деле все же нелегко, но относительно других вещей. Они делают все, чего желают, и у них нет никакого критерия, когда нужно сказать «нет». Никогда ничему не говорите «нет», так они говорят. Просто скажите «да». Идите, творите это, осознавайте это, учитесь из этого, испытайте все. И если вы будете так поступать, вы обнаружите, что стали изношены и развалены, что вы жалкие, разбрусаны и сломлены, даже в очень юном возрасте. Стоит ли же взглянуть на некоторые драматические случаи, которые мне приходилось видеть, как молодые люди вырываются на свободу, испытывают все, а потом говоришь им «тебе сколько лет? Сорок?» Они отвечают «да нет, мне двадцать один». Хорошо звучит, не правда ли? Делай все, что не пожелаешь. Вот что мы хотели бы услышать. Я хотел бы, было бы замечательно делать все, что не пожелаешь, так чтобы никогда не надо было говорить «нет». Но тогда, через несколько лет, вы начнете задумываться о том, что желанием нет конца. Спустя немного времени вам хочется чего-то большего, чем теперь, и этому нет конца. Вы можете быть удовлетворены на время, например, когда насытитесь до объедения и будете не в силах сделать больше не глотка. Тогда, взглянув на самые изысканные деликатесы, вы скажете «фу, какая гадость». Но это всего лишь мгновенная перемена. И не пройдет много времени, как эти блюда опять покажутся вам заслуживающими внимания. Тайский буддизм – это очень терпимые реликии. В Таиланде никогда не было морализаторского отношения к жизни. Вот почему люди иногда огорчаются, приехав в Бангкок и наслушавшись ужасных историй про детскую проституцию, коррупцию и так далее. Сегодняшний Бангкок – это мировая столица порока. Вы говорите «Бангкок», и у окружающих либо загораются глаза, либо они страшно расстраиваются и говорят, как может буддийская страна позволить такие ужасы. Но потом, познакомившись с Таиландом поближе, понимаешь, что хотя, быть может, его жители в каком-то смысле бывают небрежные и распущены, все же, по крайней мере, там нет такой воинствующей жестокости, с которой сталкиваешься в некоторых других странах, где всех проституток ставят к стенке, где убивают всех преступников во имя своей реликии. В Таиланде начинаешь понимать ценность того, что на самом деле нравственность должна исходить из мудрости, а не из страха. Так что некоторые тайские монахи учат не такому строгому уровню нравственности, как другие. Если говорить о первом обете и не убивать, то я знаю одного монаха, живущего в Таиланде, на берегу Зарива, в таком районе, где обитают пираты и рыбаки, очень грубый, жестокий народ. Для них убийство – нечто вполне обыденное, так что этот монах просто пытается убеждать их не убивать друг друга. Когда эти люди приходят в монастырь, он не поднимает понятие о воздержании от убийства на такой уровень, что не надо никого убивать, даже комариную личинку, потому что они это не примут. Жизнь этих людей весьма зависит от рыболовства и убийства животных. То, о чем я говорю, это не нравственность, основанная на некоем неизгибаемом стандарте или правила, которые слишком сложно соблюдать. Это предмет для вашего размышления и использования, так чтобы начать понимать эту нравственность и понимать, как лучше жить. «Если вы с самого начала станете на слишком жесткую позицию, вы или станете морализатором пуританином и увеличите свою привязанность, или же подумаете, что не сможете жить сообразно правилам нравственности, так что не о чем и беспокоиться, у вас вообще не будет никаких правил». А теперь о втором обете. Он заключается в воздержании от воровства. На самом примитивном уровне вы воздерживаетесь от таких вещей, как ограбление банков, кражи вещей в магазине и так далее. Но если вы станете более чисто придерживаться практики силы, вы будете воздерживаться от того, чтобы брать вещи, которые не были вам даны. Будучи монахами, мы даже не касаемся вещей, которые не были нам даны. Если мы заходим в дом, предполагается, что мы не станем ходить, хватать и рассматривать всякие вещи, хотя бы даже не собирались утащить их с собой. Даже пища должна быть дана нам непосредственно в руки. Если вы поставите ее на стол и скажете это вам, в соответствии с нашими правилами, мы не должны есть, пока блюда не подадут нам непосредственно. Вот более тонкое толкование обета о том, чтобы не брать того, что не было дано. Таким образом, у этого обета есть грубый аспект, обычное воздержание от тяжелых проступков, как, например, кражи или разбой, и более тонкий, определенный способ самовоспитания. Я думаю, что это монашеское правило весьма полезно, потому что об этом смирянином я был совсем неосмотрителен в поведении. Когда меня приглашали в чей-нибудь дом, я разглядывал то, разглядывал это, трогал всякие вещи. Зайдя в магазин, я хватал то, то, то и это, и даже не догадывался, что не стоит так поступать, или что это может кого-нибудь побеспокоить. Я так привык. Но потом, приняв монашество, я уже больше не мог вести себя таким образом, и мне приходилось сидеть, чувствовать помыслы, разглядеть это или схватить то, но у меня были обеты, говорившие, что так поступать нельзя. И то же самое и с едой. Передо мной ставили пищу, и я тут же хватал ее и принимался за еду. Но благодаря монашеской практике работа над собой, вы вырабатываете гораздо более достойный образ поведения. Теперь вы садитесь, и спустя некоторое время уже не чувствуете в себе позывов трогать или хватать вещи. Вы можете подождать, а потом люди могут предложить вам что-то. Это гораздо лучший образ строить свои отношения с окружающими вещами и другими людьми, чем по привычке все хватать, трогать, есть и так далее. Теперь о третьем обете, касающемся пола. Сейчас многие считают, что любое проявление сексуальности это некий опыт, так что здесь все в порядке, пока вы сохраняете осознанность. Даже в каком-то смысле отсутствие сексуальных отношений рассматривается как некое ужасное извращение. На самом грубом уровне этот обет означает воздержание от прерыва деяния, от измены своим супругам. Но затем, оставаясь в рамках брака, вы можете с помощью более тонкого понимания этого предписания стать более внимательным, перестать относиться к своему партнеру как к собственности, которой вы пользуетесь. Сексуальность не так будет обладать вами. Так что вы уже не используете ее только лишь для получения интересного удовольствия. На самом деле, в соблюдении этого обета вы можете дойти до безбрачия, до жизни буддийского монаха, когда непозволительно никакая сексуальная активность. Вы видите, что в соблюдении обетов есть некоторые градации. Многие думают, что безбрачная монашеская жизнь должна быть ужасным ограничением. Но это не так, поскольку сексуальные позывы полностью приемлются и понимаются как естественны. Но мы не поступаем в соответствии с ними. Вы не можете ничего поделать с тем, что у вас возникают сексуальные желания. Вы не можете сказать «Больше у меня никаких таких желаний не будет». То есть сказать-то вы можете, но они все равно будут к вам приходить. Если вы, будучи монахом, считаете, что ничего такого у вас быть не должно, то вы станете весьма запуганным и подавленным монахом. Я слышал, как некоторые монахи говорили «Я не достойный яссы. Люди не должны давать мне милостыню. Я должен уйти из монастыря, потому что в моем уме так много плохих помыслов». Рясе нет дела до ваших помыслов. Не делайте из этого проблемы. У всех нас, одетых в эти рясы, в махмелька как грязные помыслы, как и у всех прочих людей. Но мы учимся не говорить и не поступать в соответствии с ними. Приняв дисциплину «Патимокхи», мы приемлем такие вещи, распознаем их, полностью осознаем их, а потом отпускаем их. И они прекращаются. Затем, спустя некоторое время, вы обнаруживаете во своем уме великий мир, как результат безбрачной жизни. С другой стороны, сексуальность очень увлекательна. Если вы действительно расстроены, испуганы, устали, беспокойны, ваш ум очень легко пускается в сексуальные мечтания. Насилие также очень захватывающее, так что зачастую секс и насилие идут рука в руку. Когда речь идет о таких явлениях, как изнасилование, люди любят смотреть такие вещи в кино. Если снять фильм о безбрачном монахе, который соблюдает дисциплинарные правила, очень немногие оценят это. Это был бы очень скучный фильм. Но вот если снять фильм про монаха, который нарушает все обеты, он принес бы создателям немалую прибыль. Четвертый обет касается речи. На самом грубом уровне, если вы, к примеру, изрядный врун, соблюдаете этот обет, воздерживаясь от явной лжи. Если вы приняли этот обет, то, по крайней мере, всякий раз, когда вы лжете, вы осознаете это, не так ли? Но если у вас нет никакого обета, то порой вы можете говорить явную ложь и даже не отдавать себе в этом отчеты. Она становится привычкой. Если подняться на более тонкий уровень, то вы учитесь говорить и общаться более осторожно и ответственно. Вы не просто болтаете, треплите, сплетничаете, привираете. Вы не прикидываетесь страшно умным, вы не используете свою речь, чтобы намеренно обидеть, уколоть или унизить других. Вы начинаете понимать, как глубоко мы заливаем друг друга тем, что говорим. Мы можем испортить друг другу целые дни, сказав что-нибудь недобре. Пятый обез заключается в воздержании от спиртного и наркотиков. Конечно, можно его понимать просто как воздержание от опьянения, такое понимание понравится любому. Но все же трезвая сторона вашего ума говорит, что быть может вообще не стоит пить даже стакан вина за обедом. Это стандарт, данный для того, чтобы размышлять и пользоваться им. Если вы приняли эти обеты, то вы знаете, когда нарушаете их. Таким образом, они направляющие, предназначенные для того, чтобы вы были на стороже, чтобы вы бодрствовали и более ответственно относились к жизни. Если у нас нет никаких критериев, то мы склонны поступать так, как нам нравится, или как нравится кому-либо еще. Я от природы склонен к нравственному поведению. Мне никогда по-настоящему не нравилось быть безнравственным. Но когда я жил в Беркли, в Калифорнии, я видел, как самые умные, образованные, опытные, загружавшие в меня существ, те, которыми я восхищался, полностью поощряют безнравственное поведение. Я подумал, что ж, быть может, и мне стоит так поступать. Конечно, когда вы так смотрите на людей, вам хочется быть такими, как они. Я страшно запутался, потому что чужой пример может быть весьма заразителен. Из-за этого убийство может показаться священодействием. Итак, сила это указание, это путь ускорения и воздержания от неблагих действий тела и речи, как по отношению к себе, так и по отношению к окружающим вас существам. Это не какой-то абсолютный стандарт. Я не говорю, что если вы раздавите червяка в саду, то в течение следующих десяти тысяч жизней вы будете рождаться червяком, чтобы запугать вас и страхом вынудить вас не убивать. В этом нет мудрости. Если вы зависите от условий, вы поступаете таким образом, потому что боитесь угодить в ад. Вы не поняли по-настоящему, вы не размышляли, не смотрели и не использовали по-настоящему свою мудрость, чтобы увидеть вещи так, как они есть. Если вы боитесь действий и речи, то вы просто заработаете себе невроз. Но с другой стороны, если вы вообще ничего не боитесь и думаете, что можете творить все, что угодно, то дело тоже кончится смущением и неврозом. К Зигмунду Фрейду приходили самые разные люди, одержимые ужасными комплексами. И коль скоро в то время в Европе и Америке сексуальные ограничения были обычным делом, он подумал, что ж, если мы просто снимем эти ограничения, то никаких этих проблем больше не будет. Мы станем свободными, счастливыми, целостными личностями. Но сейчас уже нет этих ограничений, а все равно вокруг полно истеричных, несчастных, одержимых неврозами людей. Так что становится ясно, что это две крайности, порожденные недостатком осознанности по отношению к такому естественному условию, как сексуальность. Мы должны распознать и то, что возбуждает, и то, что успокаивает. Буддистская медитация, почему она такая скучная, пение заученных текстов, а почему мы не поем арии, я мог бы, я всегда хотел быть оперным певцом. Но на условном уровне принятых правил, или когда я сижу на высоком сидении учителя и исполняю свои обязанности, я монотонно пою так хорошо, как могу. Если на самом деле сосредоточиться на монотонном пении, вы увидите, что оно успокаивает. Однажды вечером в нашем лесном монастыре в Таиланде мы сидели и медитировали, как вдруг я услышал американскую попсовую песенку, которую я поистине терпеть не мог, будучи мирянином. Ее включил один из продавцов лекарств, которые разъезжают по деревням на больших автофургонах с громкоговорителями, из которых раздается подобная музыка, чтобы привлечь крестьян, покупающих у них всякие шарлатанские снадобья. Ветер дул в сторону монастыря, и казалось, что слова песни «Скажи, Лори, что я люблю ее» раздаются прямо здесь, в зале для медитаций. Я столько лет не слышал американской попсы, что от этой слащавой сентиментальной песенки у меня поистине слезы навернулись на глаза. И я начал распознавать страшное эмоциональное воздействие подобной музыки. Если вы не понимаете этого по-настоящему, она хватает вас за сердце, и вы попадаете в плен волнения эмоций, вызванных ею. Вот как действует музыка, когда вы теряете осознанность. И так наше пение монотонно, потому что если вы сосредоточитесь на нем, то оно не увлечет вас в сентиментальные чувства, в слезы или иступления. Наоборот, вы чувствуете себя спокойно, мирно, безмятежно. А на панасате также успокаивает, потому что связано с мягким ритмом дыхания. Тонким неволнующим. И хотя сама монашеская жизнь скучна в том смысле, что в нем романтике, приключении и увлекательности, она успокаивает, оно мирно, безмятежно. Таким образом поразмыслите над тем, что в вашей жизни возбуждает, а что успокаивает, так чтобы начать понимать, как использовать панню, ваше свойство мудрости. Будущи буддистами, мы делаем это, так что мы знаем, что на нас влияет. Мы понимаем естественные силы, с которыми нам приходится сосуществовать. Мы не можем держать все под контролем, так чтобы вокруг нас никогда не случалось никакого насилия или волнения. Но мы можем понимать это, можем приложить определенное усилие к тому, чтобы понимать и учиться у жизни, которую мы проживаем. Истина из размышления рождается мудрость, из отсутствия размышления уничтожения мудрости. Зная этот двойной путь к жизни и к уничтожению жизни, пусть он сделает так, чтобы мудрость увеличивалась. Мы обсуждали первую благородную истину, астрадену, которая становится всего ли очевидной по мере того, как вы сидите здесь, созицая свое тело и ум. Просто осознавайте происходящее. Вы можете видеть, что когда появляются хорошие мысли или чувства физического удовольствия, вы чувствуете себя счастливыми. А когда присутствуют боли или отрицательные эмоции, возникает отчаяние. Таким образом, можно увидеть, что мы постоянно по привычке стараемся достичь, удержать или освободиться от тех или иных условий. Вторая благородная истина заключается в том, чтобы осознавать возникновение трех видов желания, которыми мы одержимы. Желание чувственных удовольствий, становление чем-то или избавление от чего-то и то, каким образом они возникают в соответствии с теми или иными условиями. Проникновение в третью благородную истину – это видение того, как возникшее обретает прекращение. Мы осознаем прекращение, отпускаем и таким образом обнаруживаем четвертую благородную истину, истину восьмеричного пути, правильного воззрения, правильной решимости, правильной речи, правильного поведения, правильного образа жизни, правильного усердия, правильного памятования и правильного созерцания. Другими словами, путь осознанности. Чтобы пребывать в осознанности, нам приходится использовать различные искусные средства, потому что вначале мы находимся в известном недоумении. Мы склонны к тому, чтобы строить некий мысленный образ осознанности и стараемся стать осознанными, думая, что осознанность это нечто такое, что мы должны получить или достичь, или попытаться развить. Но сама эта склонность, именно сама эта концептуализация делает нас рассеянными. Мы продолжаемся стараться стать внимательными, вместо того, чтобы просто пребывать в осознанности и видеть, как ум пытается стать и достичь, следуя за тремя видами желания, причиняющими нам страдания. Практика отпускания очень эффективна для тех людей, чьим одержим мыслительным процессом. Вы упрощаете свою практику медитации, сводя ее всего к одному слову. Отпусти. Вместо того, чтобы пытаться развить эту практику, а потом ту, достичь этого и войти в то, и понять это, и перечитать все сутты, и изучить Абхидхамму, а потом выучить Пали-санскрит, а потом Махи-Маку и Пражне-Парамиду, получить разные посвящения Хи-На-Яны, Маха-Яны, Ва-Жра-Яны, написать кучу книг и получить всемирное признание как авторитет в области буддизма. Вместо того, чтобы становиться мировым специалистом по буддизму и получать приглашение на большие международные буддийские конференции, просто отпусти, отпусти, отпусти. Я почти два года занимался только этим. Каждый раз, как я пытался что-то понять или разложить по полочкам, я говорил себе «Отпусти, отпусти», до тех пор, пока желание не затухало. Так что я предлагаю вам очень простой способ спастись от ловушки, где вас ждут невероятные страдания. Нет ничего более удручающего, чем обязанность присутствовать на международных буддийских конференциях. У некоторых из вас может быть желание стать Буддой следующей кальпой, метеей, излучающим любовь по всему миру. Но вместо этого я советую быть просто земляным червяком и отпустить желание излучать любовь по всему миру. Будьте просто червяком, который знает всего одно слово. Отпусти, отпусти. видите ли, у нас малая колесница Хи Наяна, так что мы имеем только эти простые нищенские практики. Для практики медитации важно быть постоянным и решительным, решившимся на пробуждение. Это не значит, что вы должны быть самодовольными глупцами. Это значит сохранять решимость, даже когда практика идет тока. Напоминайте себе о Будде, Дхаме, Санхе и оставайтесь с этой мыслью, отпустив отчаяние, отпустив терзание, отпустив боль, сомнения и все то, что возникает и уходит. То, за что мы по привычке цепляемся и с чем мы отождествляем себя. Пусть это отпусти станет постоянно повторяться в вашем уме. Так чтобы эти слова сами по себе вспыхивали в сознании, где бы вы ни находились. На первых порах эта мысль должна овладеть нашим умом, потому что сейчас им владеют самые разные бесполезные вещи. Беспокойство о том да сём сомнения, гнев, мстительность, ревность, страх, скука и всевозможные разновидности глупости. Наш ум склонен к тому, чтобы подчиняться чему-то. И вот им владеет то, что причиняет нам боль и приводит к жизненным трудностям. Наше общество научило нас забивать себе голову, набивать её разными идеями, предрассудками, сожалениями, предчувствиями и ожиданиями. Это общество наполнения сосудов. Посмотрите на книжные магазины здесь, в Оксфорде, переполненные всеми видами информации, которые вы хотели бы получить, изданиями в роскошных переплётах с картинами и иллюстрациями. А ещё можно забить голову смотрением телевизора, походами в кино, чтением газет. Очень хороший способ наполнить своём. Но посмотрите, что печатают в этих газетах. Они взывают к низшим инстинктам и силам человека. Там всё о насилии, войнах, коррупции, извращениях и ещё масса сплетен. Всё это определённым образом воздействует на ум. Наш ум и так уже переполнен фактами, символами и условностями. Так что если впихнуть туда ещё что-нибудь, он переполнится под завязку и нам придётся сойти с ума. Мы можем сбежать из дома и напиться. Это тоже способ отпустить. Как вы думаете, зачем нужны пивные? Там мы можем позволить себе сказать всё то, что нам хочется, на что мы не отваживаемся промолвить, будучи трезвыми. Мы можем быть неразумными, глупыми, мы можем смеяться и скакать, потому что я был пьян, я был под действием спиртного. Когда мы не понимаем природу вещей, мы очень податливы. Вы видите, как в нашем обществе подростки попадают под влияние извне. Современное поколение это поколение панк-рок. Каждый в этом поколении думает, что он панк и ведет себя соответственно. Мода это вообще сплошное внушение. Женщины считают вас красивым, только если вы определенным образом одеты. Кинофильмы советуют нам испытать всевозможные чувственные удовольствия. И мы думаем, не попробовать ли нам это, не теряем ли мы что-то, не испытав этого. Очень плохо, что никто больше не знает, что прекрасно, а что безобразно. Стоит кому-нибудь сказать, что гармония это какафония, как вы, если вы не знаете этого и по-прежнему легко подпадаете под чужое влияние, верите этому. Даже если поначалу вы не верите, сомнение крутится у вас в уме и вы задумываетесь. Может быть это действительно так, может быть безнравственность это нравственность, а нравственность это безнравственность. Мы чувствуем себя обязанными все знать, чтобы понять и попытаться убедить остальных. Вы слушаете мои беседы, читаете книги и хотите рассказать другим о буддизме. После ретрита вы даже можете чувствовать себя немного проповедниками, но все равно отпустите даже желание рассказать об этом другим. Когда мы чувствуем вдохновение, мы начинаем навязываться к людям. Но в практике медитации мы отпускаем желание воздействовать на других до тех пор, пока до этого не приходит подходящий момент. И тогда это происходит естественно, без агрессивных амбиций. Так что делайте то, что должно быть сделано, и отпускайте. Когда вам говорят, что вы должны прочитать эту книгу и ту книгу, закончить этот курс и тот курс, изучить Пали, Абхидхаму, углубиться в историю буддизма, буддийскую логику и так далее, и так далее. Отпусти, отпусти, отпусти. Наполнив своем новыми концепциями и мнениями, вы просто увеличите свою способность к сомнению. Только научившись опустошать свой ум, вы сможете наполнить его ценными вещами. А для того, чтобы научиться опустошать ум, нужна немалая мудрость. Советы, которые я даю вам на этом ретрите, это искусные средства. Порабощение ума мыслью «отпусти» это искусные средства. Повторяя это раз за разом, всякий раз, как у вас возникает та вина мысль, вы осознаете ее возникновение. Вы по-прежнему отпускаете все свои движения. Но если они не уходят, не пытайтесь заставить их уйти. Это практика отпускания, путь очищения ума от того, чем он порабощен, от негативности. Пользуйтесь ей мягко, но настойчиво. медитация это искусное отпускание, добровольное опустошение ума. Так что мы можем видеть чистоту ума. Мы вычищаем ум, чтобы положить туда то, что надо. Если вы хотите с чем-то отождествить себя, не отождествляйте себя с условиями, подверженными смерти. Посмотрите, что такое это самоотождествление. Исследуйте собственный ум, чтобы ясно увидеть природу мысли, памяти, сознания органов чувств и ощущений как непостоянных условий. Обратите свою осознанность на явления, которые медленно изменяются, на приходящие нас телесных ощущений. Исследуйте боль и увидите, что это движущаяся энергия, изменчивые условия. Когда у вас что-то болит, эмоционально боль кажется постоянной, но это всего лишь эмоциональная иллюзия. Отпустите все это. Даже если к вам придет какое-то прозрение, даже если вы все ясно поймете, отпустите это прозрение. Когда ум пуст, спросите, кто этот отпускающий? Задайте вопрос, попытайтесь выяснить, кто это, что это. Войдите в это состояние незнания со словом «кто?» «Кто я?» «Кто» отпускает?» Возникает состояние неуверенности, войдите в него, позвольте ему присутствовать. И вот она пустота, неопределенность, когда ум просто пустот. Я продолжаю подчеркивать значение правильного воззрения, правильного отношения, правильной решимости через упрощение жизни, так, чтобы не вовлекаться в ненужную и сложную деятельность. Так, что вы больше не живете в небрежении, эксплуатируя окружающих и не имея уважения ни к себе, ни к другим. Совершенствуйтесь в исполнении обетов как стандарта для поведения и развивайте не к хамму, а тречение от того, что не полезно или в чем нет необходимости. А потом отпустите в своем уме алчность, отпустите ненависть, отпустите заблуждение. Это не означает отвращение к этим условиям. Это значит отпустить их, когда вы находите, что привязано к ним. Когда вы страдаете, почему я страдаю, почему я так несчастен? Потому что вы за что-то цепляетесь. Выясните, за что вы цепляетесь, чтобы докопаться до корня. Я несчастен, потому что никто меня не любит. Это может быть верно, быть может, никто вас не любит, но несчастье приходит из желания, чтобы вас любили. Даже если люди любят вас, вы все равно будете страдать, если считаете, что другие люди ответственны за ваше счастье или страдания. Кто-то скажет, ты величайший человек в мире, и вы подпрыгиваете от радости. Кто-то скажет, ты самый ужасный человек из всех, кого я видел, и вы подавлены. Отпустите подавленность, отпустите счастье. Пусть ваша практика будет проста. Жите осознанно, нравственно и верьте слову отпусти. Важно, чтобы вы поняли, что никто из нас не является беспомощной жертвой рока, но мы становимся ими, пока пребываем в неведении. Пока вы находитесь в неведении, вы действительно беспомощной жертвой своего неведения. Все, пребывающее в неведении, рождается и умирает. Оно обречено на смерть. Вот и все. Оно замкнуто в круге смерти и нового рождения. А если вы умрете, вы вновь родитесь. Можете на это рассчитывать. И чем небрежнее вы проводите жизнь, тем худшим будет рождение. И так Будда научил тому, как разорвать этот круг. Через осознанность, через видение круга, а не через привязанность к нему. Когда вы отпустите круговорот рождений и смертей, он больше не сможет вам повредить. И так отпустите круговорот. Отпустите рождение и смерть. Отпустите становление. отпустите желание. Это и есть осуществление третьей благородной истины, ведущей к восьмиричному пути. Если кто-то говорит «я жажда», это не соответствует действительности. Можно распознать возникновение и исчезновение жажды. Поскольку можно распознать возникновение и исчезновение жажды, то у него получается, что моё «я» возникает и исчезает. Поэтому если кто-то говорит «я жажда», это не соответствует действительности. Таким образом, интеллект безличен, идея безлична, сознание интеллекта безлично, впечатление интеллекта безлично, чувство безлично, жажда безлично. Прислушиваясь к уму Практикуя медитацию, о которой будет речь, старательно прислушивайтесь к тому, что внутри вас. Для того, чтобы войти внутрь себя, смотрите на внешнюю сторону вещей, как на что-то совершенно незначительное. Выйдите за пределы концепции мыслей, они это не вы. Прислушайтесь к тому, что окружает слова, к тишине, к пространству. И вот теперь, когда вы слушаете, что вы слышите? Прислушайтесь к этим меняющимся явлениям, так как если бы кто-то другой говорил, мне не нравится то или это, я устал, с меня довольна, я хочу домой. Или прислушайтесь к религиозному фанатику или к циннику. Какую бы форму ни принимал или какими качествами ни обладал этот голос, мы все равно можем осознавать его изменчивую природу. У вас не может быть постоянного желания. когда мы прислушиваемся к тому, что внутри нас, если мы слушаем постоянно, мы начинаем на опыте видеть пустоту. Обычно мы не прислушиваемся и думаем, что мы и есть эти голоса, создавая себе ужасные проблемы, тем, что отождествляем себя с голосами желания. Мы думаем, что существует некая постоянная личность или существо, обладающее постоянным желанием. Но практикуя медитацию, мы можем увидеть, что эти голоса возникают из пустоты, возникают и уходят. Согласно учению Будды, практика заключается в узнавании того, что мы знаем. В узнавании чего? Что такое знают буддисты? Что же это такое, что известно знающему? Знающему известно, что эти меняющиеся условия не имеют собственной сущности. В этих явлениях нет никакого вечного или подобного душе качества, никакой субстанции, которую можно было бы назвать своей постоянной собственностью. Знающему известно, что если что-то возникает, оно уходит. Вам нет нужды знать что-либо еще, чтобы быть Буддой. Быть Буддой означает знать через наблюдение, а не через веру писанием или мне. Смотрите сами. Просто попытайтесь найти что-нибудь обусловленное, что возникает, но не уходит. Есть ли что-нибудь рожденное, но не умирающее? Будьте тем Буддой, который знает, вкладывая силу в опыт своей жизни здесь и сейчас, а не теряясь в ложном представлении о том, что вы Будда. Я Будда, все этого не известно. Иногда желание принимает даже облик Будды. На самом деле нет кого-то, кто знает, а представлять себе, что ты Будда, не значен быть Буддой. Тхера вадиной говорят об Анате, а приверженцы Махаяны о Шуньяте. На самом деле они имеют в виду одно и то же. Чтобы на опыте увидеть Анату, мы исследуем и видим, что цепление за «я», за неврозы, которыми все мы одержимы, за мысли, за желания, ненависть и заблуждение, все это Аната. Нет никакой сущности, которую можно было бы сохранить. Просто пустые обусловленные явления, возникающие из пустоты и снова без остатка исчезающие в ней. Итак, мы отпускаем эти явления, позволяем им быть такими, как есть, и они вполне естественно изменяются сами по себе. Вам нет нужды давить на них. Если вы испытываете что-то неприятное, вам не нужно уничтожать это, оно само пройдет. Мнение говорит вам, «Мне не нравится это условие, я хочу избавиться от него, вымести его вон». Это еще более усложняет ситуацию. Вы пытаетесь оттолкнуть нечто от себя, спрятать голову в песок и сказать «Фу, наконец прошло». Но эта жажда избавиться от чего-то, випхава-танха, только создает условия для нового возникновения нежеланного явления, потому что мы не увидели, что оно само умирает вполне естественно. сейчас мы сидим в комнате, наполненной комическими образованиями, которые мы принимаем за постоянные личности. Мы таскаем их за собой, словно некий мешок с концепциями, потому что на концептуальном уровне мышления мы рассматриваем друг друга как постоянные личности. Сколько всего вы носите в себе? Недовольство людьми, слепые вовлечения, страхи и разные давно прошедшие события. Мы можем расстроиться просто из-за того, что вспомним имя кого-то, кто причинил нам страдания. Как они смеют так поступать, так со мной обращаться? И так мы думаем о том, что приключилось 20 лет назад. Некоторые проводят большую часть жизни, точа на кого-нибудь зуб, так что сами же разрушают остаток своей жизни. Но практикуя медитацию, мы вырываемся за пределы шаблонов нашей памяти. Вместо того, чтобы вспоминать разных людей и делать их реальными для себя, мы видим, что сейчас в этот самый момент воспоминания ее горечь – это изменчивое обусловленное явление. Мы видим, что это Аннича, Дукха, Анната. Они образованы во времени точно так же, как песчинки Ганга. Будь они прекрасны, уродливы, черны или белы, это всего лишь песчинки. И так прислушайтесь к тому, что внутри. Прислушайтесь к уму, когда почувствуете боль в своем теле. Осознайте голос, говорящий «Я не хочу этой боли», когда же зазвенит этот проклятый колокольчик и закончится сессия медитации. Прислушайтесь к ноющему недовольному голосу. Или когда вы чувствуете себя на вершинах созерцания, прислушайтесь к этому «О, какое блаженство, я так чудесно себя чувствую». Прислушайтесь к деватам, пребывающим в блаженстве и счастье, и встаньте на место безмолвного слушателя, не делая предпочтения между деватами и дьявольскими явлениями. И помните, что если что-то обусловлено, оно кончается. Распознайте это и позвольте явлениям приходить и уходить. Это всего лишь меняющееся явление, обусловленное камой, так что не вмешивайтесь. Современные люди склоняются к мысли, что глубоко внутри нас скрывается некое чудовище, ожидая момента, когда вы задеваетесь, чтобы наброситься на вас и навсегда сделать вас безумным. Некоторые так и живут всю свою жизнь с этим страхом. и всякий раз, когда чудовище поднимает голову, они принимаются ахать и охать. Но все эти чудища это просто одна из сангхар, одна из песчинок ганга. Быть может, это безобразная песчинка, но и только. Если вы собираетесь расстраиваться всякий раз, как увидите безобразную песчинку, то ваша жизнь будет становиться все тяжелее и тяжелее. Иногда нам приходится принять тот факт, что некоторые песчинки безобразны. Пусть они и будут безобразны. Не расстраивайтесь. Если бы вы увидели, как я сижу на берегу ганга, смотрю на безобразные песчинки и приговариваю «я сейчас свихнусь», вы бы, наверное, подумали Аджан-Суметха уже свихнулся. Даже действительно безобразная песчинка это всего лишь песчинка. Так вот, что мы делаем. Мы смотрим на тот общий фактор, которым обладают все эти различные качества, таящиеся чудовища, латентная подавленная энергия и силы, всевозможные архетипы. Все это лишь сангхары, и ничего более. Вы становитесь на место Бунды, быть тем, кто знает. Даже неведомое, мы рассматриваем его как еще одно изменчивое обусловленное явление. Иногда мы что-то знаем, иногда нет. Одно обуславливает другое. Черные дыры, солнечный свет, ночь и день, все меняется. Нет никакой собственной сущности, нет ничего, чем можно было бы стать, если вы тот, кто знает. Но если вы станете реагировать на все качества сансары, вы просто заработаете себе невроз. это бесконечный процесс, все равно, что реагировать на все песчинки ганга. Сколько жизней потребуется, чтобы отреагировать на все песчинки ганга? Вы думаете, что должны эмоционально отвечать на контакт с каждой из этих песчинок, приходя в восторг от прекрасных и впадая в депрессию от безобразных? Но ведь именно этим люди и занимаются. Они сами себя отупляют, выматываются и изнуяются этой постоянной чехардой эмоций. И в конце концов хотят уничтожить себя. И вот они принимаются за наркотики и пьянство, чтобы привести себя в бесчувственное состояние. Чем мы занимаемся вместо того, чтобы замыкаться в раковину из страха и тупости, так это наблюдением за тем, что ничто из перечисленного не имеет собственной сущности. Так что нам нет нужды приводить себя в бесчувственное состояние. Мы даже можем быть еще более чувствительными, ясными и светлыми. В этой ясности и свете присутствует знание. Если что-то возникает, оно проходит. И это и есть то, что ведомо бунтом. Подобно тому великий царь, как если человек с богатством и имуществом будет следовать по трудно проходимой дороге в голоде и в страхе, и со временем оставит позади трудную дорогу спокойно, без страха, здравым достигнет края деревни и сможет сказать себе, «Вот, прежде я с богатством и имуществом следовал по трудно проходимой дороге в голоде и в страхе и теперь же оставив позади эту трудную дорогу, спокойно и без страха, здравым достиг края деревни. Он получит от этого радость, достигнет удовлетворения». Также точно и реки царь и монах, не отказавшись от этих пяти преград, видит себя словно в долгу, словно в болезни, словно в темнице, словно в рабстве, словно на труднопроходимой дороги. И подобно этому великий царь, монах, отказавшись от этих пяти преград, также точно видит себя великий царь, словно свободным от долга, словно свободным от болезни, словно освободившимся от заточения, словно раскрепощенным, словно находящимся в спокойном пристанище. Саманябхавасотта 5 препятствий Практикуя медитацию, человек развивает понимание пяти препятствий. Как, столкнувшись с одним из них, исследовать его, понять его, принять его присутствие и научиться работать с ним. Иногда вы можете просто приказать препятствие уйти, и оно уходит. А иногда вам приходится позволить ему быть с вами до тех пор, пока его силы не иссякнут. В нас живет много видов тонкой антипатии к тому, что неприятно. И мы не склонны к тому, чтобы быть очень уж честными по отношению к своим намерениям. Такова наша привычка. Как только возникает нечто неприятное, мы стараемся отстраниться от него или уничтожить его. Пока мы ведем себя таким образом, у нас нет никакого самадхи или сосредоточения. Только при отсутствии этих пяти препятствий или при отсутствии привязанности к ним, мы можем обрести какой бы то ни был мир в своем уме или сосредоточении в сердце. Только в тот момент, когда одно из препятствий действительно возникает, мы можем проникнуть в его суть и получить прозрение. Может быть, вы заметили, вы можете ходить на эти беседы и получить глубокое понимание Дхаммы, но вы по-прежнему можете разозлиться, перепугаться или чувствовать желание. Когда возникает какая-нибудь реальная ситуация, вы не пребываете в осознанности. Вы склонны противостоять, негодовать или просто судить. Когда я был самонерой, я провел свой первый год в одном из монастырей на северо-востоке Таиланда. У меня не было никаких иных обязанностей, кроме как просто жить в маленькой хижине. Каждый день монахи приносили мне пищу, и поскольку я не понимал по-тайски, а никто другой не знал английского, мне не приходилось ни с кем разговаривать. Ничто особо не беспокоило мои чувства, так что они были отрешены от внешнего мира, и я обнаружил, что становлюсь очень спокойным. Действительно настолько спокойным, что я достигал высоких состояний блаженства и экстаза. Я сидел на крыльце моего маленького кути, и мои глаза переполнялись срезами любви, кусающим меня комарам. Я мог предаваться отвлеченным размышлениям о всех существах, пребывающих повсюду, и ощущать к ним великую любовь. Я даже прощал своих врагов и тех, кто в прошлом причинял мне страдания. Я мог наслаждаться этими высокими чувствами ко всем существам, в основном из-за того, что мне не приходилось вместе с ними жить. И вот однажды мне пришлось поехать в местное управление внутренних дел, чтобы продлить свою визу. Мне нужно было совершить путешествие в городок Нонгхай, стоящий у переправы через реку Меконг, близ границы с Лаосом. Поскольку я пребывал в этом новом состоянии повышенной чувствительности, идя по городу, я мог видеть все гораздо более ясно, чем прежде. Я видел печаль и боль на лицах встречных. А потом, выйдя в здание управления, я почувствовал, как передо мной опустился железный занавес ненависти. Позже я узнал, что главный монах провинции приказал чиновникам выдать мне визу. Это было не совсем законно, так что чиновники попали в неловкое положение. По этой причине они относились ко мне с явной неприязнью и совсем не хотели бы поставить штамп в мои документы. Это очень смущало меня, пребывавшего в высоком состоянии осознанности. Мое чувство великой любви ко всем существам стало очень быстро затухать. К тому времени, когда я возвратился в монастырь, мой ум находился в полубезомном состоянии. Я ушел в свой кути и потратил следующие три дня на то, чтобы просто успокоиться от всего того, что поднялось в моем уме за это часовой посещение управления внутренних дел. Несколько месяцев спустя я очень полюбил уединенную жизнь. В ней есть что-то очень романтичное. Вы пребываете в таком мирном устроении, когда не сталкиваетесь с человеческими несчастьями и когда их действия не раздражают ваши чувства. Сама природа умиротворяет. Очень приятно жить среди природы. Даже комары, которые могут показаться вам чудовищно назойливыми, далеко не так назойливы, как люди. На самом деле нужно гораздо меньше опыта, чтобы жить с комарами, чем чтобы жить с другим человеком. Я очень привязался к этому образу жизни, но через пару месяцев мне пришлось отправиться в Бангкок. Я помню, как я сидел в поезде, отъезжающем из Нонгхая в столицу. Мне не хотелось ни с кем разговаривать. Я просто сидел, погруженный в свои высокие мысли о помощи всем существам, о том, чтобы посвятить свою жизнь их благу, адхами и абути. Я был весь охвачен состоянием блаженства. Что за чудное состояние, думал я. Шумный, путанный, неприятный город отплатил мне за все это. Уже через полчаса к моему пришел ужасное смущение. После этих случаев я начал видеть, что путь к пробуждению не в том, чтобы закрыться от всего неприятного, но скорее в том, чтобы научиться понимать все то, что кажется нам неприятным или тяжелым. Те или иные условия предназначены для того, чтобы мы учились в них. Не важно, насколько мы не хотим их присутствия, насколько мы хотели бы иного положения дел. Так или иначе они будут присутствовать в нашей жизни, пока мы не поймем и не превзойдем их. Вскоре после этого моя ошельническая жизнь закончилась. Меня должны были постричь в пхику, и я должен был жить в саджанамча, в таком монастыре, где я не смогу позволить себе роскошь аскетической практики. Мне придется жить в монашеской общине и исполнять свои обязанности, изучить все правила дисциплины, которые подчим-то началом. К тому времени я и сам желал все это принять. Я понял, что это и было то самое, что мне нужно. Конечно, я больше не нуждался ни в каких экстатических состояниях блаженства, исчезающих, как только случится что-нибудь досадное. В монастыре Ват-Папонг я встретился с навалившимся на меня непрекращающимся потоком всяких досадностей, давшим мне возможность научиться работать с пятью препятствиями. Когда я жил в других тайских монастырях, то, что я был западным человеком, означало, что я мог ожидать всего самого лучшего. Я также мог отделаться от работы и других мирских забот, бывших обязательными для прочих монахов, сказав что-нибудь вроде «Я сейчас занят медитацией, мне некогда подметать пол, пусть кто-нибудь другой займется этим, я серьезный созерцатель». Но когда я приехал в Ват-Папонг и народ стал говорить «Он американец, он не может есть такую же еду, как мы», А Джин-Ча ответил «Придется ему научиться, а когда мне не понравилась хижина, которую мне выделили, я попросил другую получше, а Джин-Ча ответил «Нет». Я должен был вставать в три часа и ходить на утреннюю пуджу и медитаться. Также были чтения из Винаи. Читали на тайском, которого я поначалу не понимал, но даже когда я стал понимать язык, было мучительно скучно слушать. «Слушаешь о том, что монах, у которого проехана ряса в стольких-то дюймах от края, должен зашить ее до заката, и все думаешь, я не за этим подстрекался. Я запутался в этих мелочных правилах, пытаясь выяснить, где же дырка в моей рясе, в четырех дюймах от края или нет, так что должен я заштопать ее до заката. Или стану читать пропастилку для сидения, и монахам придется и тут найдется монах, который скажет, а вот я видел подстилку с другой кромкой, и между монахами завяжутся настоящие дискуссии об этой каемочке. Давайте говорить о серьезном, думал я, о важных вещах, таких как Дхамма. Когда дело дошло до мелочей повседневной жизни с людьми разных темпераментов, проблем и характеров, чьи мы не обязательно были так же вдохновенны, каким когда-то казался мой ум. Я почувствовал себя очень подавленным. Тогда я и столкнулся по-настоящему с пятью препятствиями. Выхода не было, мне пришлось выучить урок, который они пришли мне дать. Что касается первого препятствия, желания, вы удивитесь, узнав, какие виды оно порой принимает монахов. Будучи мирянином, вы можете тратить свое время на поиски подходящих объектов наслаждения, но поскольку монахи живут в безбрачии и почти не имеют имущества, наше желание сосредотачивается на таких вещах, как рясы или чаши для милостыни. Нам позволено есть один раз в день, так что по отношению к пище может возникнуть сильное пристрастие или неприязнь. В монастыре Ват Попонг нам приходилось соглашаться на любую хижину, которую нам выделяли, так что иногда вам везло и вы получали действительно хорошую, а порой не такую уж. Но тогда вы могли наблюдать за неприязнью, возникавшей, когда вам давали что-то, что вам не нравится, или удовольствием, когда вы получали что-то, что вам нравится. В первые несколько месяцев я был одержим мыслью о рясе, о цвете рясы, верить или нет. В том монастыре, где я жил раньше, носили рясы яркого оранжевого цвета, вырви глаз, а это был не мой цвет. Когда я приехал в Ват Попонг, там носили рясы темно-желтого или кричневатого цвета, и во мне выросло великое желание таких одежд. Поначалу мне не давали такую, приходилось ходить в вырви глаз оранжевой рясе, и мне очень хотелось заполучить новую рясу большего размера. В Таиланде ряса никогда не приходилось мне в пору, а вот в Ват Попонге их шире по размеру специально для вас. Наконец, спустя месяц или около того, Аджан Ча предложил одному из монахов сшить рясу для меня, но тогда я стал одержим цветом материи. Мне не хотелось, чтобы она была слишком коричневой, но и слишком красной тоже не нравилась. Мне пришлось пережить столько печали и отчаяния, пытаясь подобрать правильный цвет рясы. Хотя во второй половине дня нам не разрешалось ничего есть, Виная допускает определенные послабления. Одним из них был сахар. И вот я обнаружил, что стал невероятным сладкоежкой, хотя до того мне вообще не было никакого дела до сладостей. В Адпопонге раз в два-три дня вечером нам давали сладкое питье, и вот вы начинали предвкушать тот день, когда будут готовить чай с сахаром или сладкий кофе, а иногда даже варили какао. Когда проносился слух, что вечером будет какао, никто больше ни о чем не мог думать. В те дни сексуальные желания не были для меня проблемой, потому что моя страсть была направлена на сахар и сладости. Вечером я ложился спать, и мне снились сны кондитерских. Я сидел за столом, готовый поднести ко рту самые смачные пирожные, но я просыпался с мыслью «Вот бы хотя бы кусочек». Перед тем, как попасть в Таиланд, я провел несколько лет в Беркли, в Калифорнии, где было вполне в порядке вещей, делать все, что пожелаешь. Там не было даже представления о том, чтобы подчиняться кому-нибудь или жить по каким бы то ни было правилам. Но в монастыре в Ад Папонг я должен был жить согласно традиции, которая мне не всегда нравилась и которую я не всегда одобрял. В такой ситуации, когда я не обладал совершенно никаким авторитетом. Я не имел ничего против того, чтобы слушаться Ажанача, я уважал его. Но порой мне приходилось подчиняться монахам, которые мне не особенно-то нравились и которых я считал низшими по отношению к себе. В Ад Папонге тайские монахи относились ко мне с изрядной долей критики, в то время как в прочих монастырях они меня постоянно превозносили. Они часто говорили «Какой ты красивый». Впервые в жизни я почувствовал, что безумно прекрасен. «А какая у тебя прекрасная кожа!» Им нравилась белая кожа, и хотя она у меня не так уж и красива на самом деле, она действительно белая. Но вот в Ад Папонге монахи говорили «У тебя безобразная кожа с коричневыми пятнами». Тогда мне было тридцать с небольшим, и я еще был чувствителен к процессу старения. И вот меня спрашивали «Тебе сколько лет?» А я отвечал «Тридцать три». А они изумлялись «Правда? А мы то думали, что тебе по меньшей мере шестьдесят». Они критиковали меня за то, как я хожу, говоря «Ты неправильно ходишь, ты не пребываешь в осознанности, когда идешь». Я брал сумку, мне выдали сумку, просто швырял ее на землю, и думал «Это не так уж и значительно». Но монахи говорили «Клади сумку правильно, вот так берешь ее, складываешь, а потом вот так кладешь сбоку от себя». То, как я ел, как я ходил, как я разговаривал, все подвергалось критике и осмеянию. Но что-то заставляло меня держаться и крепиться. На самом деле я научился тому, как соответствовать традиции уставу. А на самом деле это заняло не один год, потому что во мне постоянно жило сильное сопротивление. Но я начал понимать мудрость дисциплины Винаи, которая вовсе не так явна, когда просто читаешь текст Винаи. Когда у вас есть какое-то мнение о традициях и о самой Винаи, вы можете подумать, это правило не обязательно. И вы можете потратить несколько часов своего дня на то, чтобы найти рациональное подкрепление своему мнению, говоря, сейчас двадцатый век, эти вещи уже не нужны. Но вы наблюдаете, как вас разрастается недовольство и спрашиваете себя, это и есть страдание? Вы наблюдаете за своей реакцией, когда вам хочется, чтобы вас поправили, покритиковали или похвалили. С годами в вас развивается равностность. Вы обнаруживаете, что гнев, раздражительность и неприязнь начали затухать. И когда ваш ум больше не клонится к тому, чтобы пребывать в неприязни, вы начинаете ощущать некоторую радость и мир в своем уме. По мере того, как во мне росло доверие к практике и к учителям, а затем к монастырю, я в какой-то степени стал одержим привязанностью к ним. Я не мог видеть в них ничего ошибочного и чувствовал, что это нечто такое, что обязаны делать все. Люди приходили в монастырь и я чувствовал, что обязан обращать их. Могу понять, что чувствуют себя миссионеры. Вы чувствуете сильное вдохновение, сильную привязанность к чему-то, что помогло вам и дало вам счастье и прозрение. Вы чувствуете непреодолимую потребность всем об этом рассказать, хотят они того или нет. все было в порядке, пока приезжавшие в монастырь западные люди соглашались со мной. Это было чудесно. Я мог вдохновлять их, они чувствовали такую же преданность, и так мы подкрепляли друг друга. Мы могли собираться и беседовать о том, что наша традиция, наш учитель самый лучший, и о том, как мы обнаружили нечто замечательное. Но с неизбежностью в монастырь должен был приехать какой-нибудь отрицательный американец или англичанин, не вписывающийся в эти рамки. Это и приключилось на пятом году моей монашеской жизни, когда приехал один американец, посещавший чайский центр в Сан-Франциско. Он принялся находить ошибки в Адженича, в монастыре Ван-Папонг, в буддизме Тхироваде, Винае, во всем. Он был весьма образованным человеком, и уж, конечно, у него было обширное опыт хождения от одного учителя к другому, из одного ашрама в другой, из одного монастыря в другой. И везде он находил ошибки. Так что это заранило сомнение в умы. Может быть, есть лучший путь, более быстрый путь? Может быть, Аджан-Ча старомодное ничтожество? В Индии был один учитель, проводивший курсы медитации, на которых люди почти мгновенно становились сотопаннами. Не знаю, я уже сотопанна или пока еще нет. Если бы учитель пришел и сказал мне, если бы он проверил меня, было бы поистине чудесно знать, насколько ты продвинулся в практике медитации. А вот Аджан-Ча ничего бы тебе не сказал. И вот я почувствовал, как во мне появилась сильная неприязнь к этому американцу. Я почувствовал потребность разорвать на кусочки любую иную разновидность буддизма, любого иного учителя, всякую возможную альтернативу. Я стал очень критичным. И всякий раз, как кто-нибудь говорил, я знаю лучшую систему, я немедленно, вместо того, чтобы послушать, почему же она лучше, принимался искать все возможные аргументы, чтобы доказать, что она хуже. И так во мне появилась привычка отвергать других учителей и другие традиции. Но это не принесло мне радости. Я начал видеть страдания в постоянной необходимости что-то защищать и отвергать все, что угрожает безопасности, которую вы находите в своей привязанности. Если вы не понимаете по-настоящему сомнение природы неуверенности в вашем собственном уме, она полностью захватывает вас, и когда кто-то говорит, я знаю лучший путь, более быстрый путь, вы начинаете сомневаться, может быть, и вправду есть лучший, более быстрый путь. А потом вам описывают этот лучший путь в очень разумных категориях, и вы думаете, что ж, да, может быть, так и надо. Но если вы привязаны и верны своему учителю, вы думаете, этого я делать не могу, лучше медленно, но надежно, тише едешь, дальше будешь. И вот вы принимаетесь опровергать любого, предлагающего вам лучший или более быстрый путь. Но что важно понять, так это сам сомневающийся ум. Я увидел, что мое дело не решать какой лучший или самый быстрый способ, чтобы это не было делать, а понять свою собственную неуверенность. И вот я начал исследовать состояние ума, возникающее, когда в моем зароняли сомнения. И спустя некоторое время я начал принимать любой вид сомнения, взирая на него, как на изменчивое явление, зависящее от условий. Однажды, когда я был в Бангкоке, люди сравнивали разные религии. Я старался быть очень терпимым и соглашаться с тем, что все религии равно хороши, даже хотя я не думал так на самом деле. Я все время старался сказать что-нибудь доброе, о том, что цель одна и та же, и что мы должны любить христиан и стараться развивать мету ко всем христианам. Но на самом деле я чувствовал, что буддизм лучше. Однажды я забеспокоился, подумав, что если кто-нибудь спросит тебя, какая самая лучшая религия, что ты ответишь? Что ж, буддизм, вот что я отвечу. Внезапно мне стало совершенно ясно, что это всего лишь мнение. А мнение это не постоянные условия. Они лишены сущности и вам нет нужды иметь какое-то мнение или верить в него. Мне нет нужды быть авторитетом, тем, кто говорит, что это лучше, чем то. Я больше не чувствовал никакой обязанности думать об этом или пытаться в этом разобраться. Стало ясно, что все, что мне надо, это осознавать желание знать и способность сказать «это лучше, чем то». А вот еще случай. Несколько лет назад меня обуяла ревность. Поскольку я был старшим монахом, я чувствовал, что должен подавать пример совершенного поведения. И я начал ревновать, когда хвалили других монахов. Кто-нибудь говорил «такой ты монах лучше, чем суметка». И я чувствовал, как в моем уме возникает мощное чувство ревности. Это своего рода дух соперничества, когда вы ощущаете, что всегда должны держать марку перед другими. Но тут я обнаружил, что ревность не нравится. Это было крайне неприятное условие. И вот я стал стараться подавить ее. Я принялся практиковать мудиту. Когда кто-нибудь говорил «этот монах лучше, чем суметка», я повторял сам себя. «Но разве это не чудесно? Он лучше меня». Или «О, как я рад за этого человека! Он куда как лучше, чем я». Но я по-прежнему чувствовал ревность. Тогда я понял, что надо присмотреться к этой эмоции. И что проблема заключалась в том, что я постоянно пытаюсь от нее избавиться. Я решил познакомиться с ней поближе. Я принялся сосредотачиваться на ревности и размышлять о всем, что только может вызвать чувство ревности. Я все вглядывался и вглядывался в чувство ревности, просто наблюдая за его изменчивой природой. И спустя некоторое время оно начало затухать. «Когда исчезли антипатия и неприязнь, я смог увидеть, что это всего лишь естественно обусловленное явление ума, и что оно лишено собственной сущности». Сонливость или умственная вялость и еще один хороший учитель, появляющийся, когда вы больше не испытываете вдохновения от своей монашеской жизни. Когда вы только что подстриглись, вы чувствуете великое вдохновение, по крайней мере так было со мной и полно энергии. Но затем вы замечаете, что ваш ум изрядно привнал. Вы начинаете засыпать во время медитации или бесед. Вы сидите и сосредотачиваетесь на вялости, просто попуская своему уму войти в это состояние, не делая никаких усилий или стараясь противостоять этому расслабленному состоянию. По полнолуниям и новолуниям у нас в Таиланде сидеть в медитации всю ночь до рассвета. Поначалу я, будучи типичным американцем, проникнутым духом соперничества, старался выглядеть молодцом на фоне прочих. И вот я сидел напряженным усилием воли, заставляя себя держаться всю ночь. Я видел, как одни тайские монахи клюют носом, а другие едва не падают на пол. И во мне возникала тщеславная мысль, а я ты лучше. Я сонливости или вялости. Но спустя некоторое время сила воли угасала, и я обнаруживал, что и сам клюю носом и шмякаю с лицом о пол. Я чувствовал неприязнь к этому состоянию ума, и усилием воли не давал себе заснуть. Поступая так, вы замечаете, что приходите в такое состояние, когда перестаете понимать, что происходит, и у вас начинаются галлюцинации. Тогда я стал размышлять об этом препятствии. Если это нечто, что вам не нравится, то в этом-то и заключается проблема. Пытаться избавиться от чего-то нежеланного – это докха. И вот я подумал, я просто приму это, я буду исследовать чувство сонливости и вялости. Даже хотя я и думал, что засну и опозорюсь перед всеми прочими монахами, я обнаружил, что можно сосредоточиться на самом ощущении сонливости. Я наблюдал ощущение вокруг глаз, интересное ощущение, состояние ума и мое привычное сопротивление этому состоянию. Таким образом, это препятствие вскоре перестало составлять для меня проблему. В нашей жизни мы обретаем мудрость, когда понимаем явления, которые переживаем здесь и сейчас. Вам нет нужды делать что-то особенное. Вам не нужно испытывать все возможные виды крайней боли для того, чтобы превзойти боль. Той боли, что присутствует в вашей повседневной жизни, достаточно для пробуждения. Все эти чувства, голод и жажду, беспокойство, ревность и страх, алчность, желание и сонливость, мы можем рассматривать как учителей. Вместо того, чтобы отвергать их, говоря, чем я заслужил это, вам лучше сказать «большое спасибо». Однажды я извлеку из этого урок, а лучше бы сделать это прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик». Миряне и Вихара «Я посоветовал бы приходящим сюда людям время от времени приносить с собой свечи, благовония и цветы в качестве подношений. Это хорошая традиция делать подношения, являющиеся частью нашей буддийской практики, актом поклонения, благодарности, любви к учителю, пути. Будда это тот, кто знает, мудрец, живущий в нас. Но ведь это представление также является концептуализацией. Использовать свое тело в рамках определенных условностей, гармонично и достойно, стараясь быть щедрым, это уже акт даяни. Какова ваша позиция? Я прихожу вихару, чтобы нечто получить, или я прихожу вихару, чтобы дать, чтобы на самом деле физически нечто дать? Поклоны это еще одна традиция. Учитесь кланяться осознанно, преклоняя голову, физически сдаваясь, отдавая себя в акте поклонения, вместо того, чтобы просто сказать «я не агрессивен, я не горд и не…» Если вы станете гордиться тем, что так здорово кланяетесь или начнете ненавидеть тех, кто не кланяется, то это акт поклонения, а поклонение это скорее открытое сердце, открытые эмоции, чем действия интеллекта. Что я получу от поклонов? Вы можете выяснить, какие здесь плюсы и минусы, настоящий ретаттхама, необходимый это или же нет. Но любое мнение или взгляд, который вы можете иметь по этому поводу, всего лишь еще одно мнение и взгляд. Поклон это нечто, что вы делаете или не делаете, даете или нет. Но невнимательность и проявляется в этом всегдашнем рационализировании, в этом желании критиковать, анализировать или отыскивать причины, чтобы что-нибудь делать или не делать. Если наша жизнь наполнена мудростью, то мы что-то делаем или не делаем. Осознанность позволяет нам знать, что делать. Спонтанные деяния щедрости, красоты, доброты. Благие деяния творятся благодаря осознанности. Благодаря видению и пониманию конкретного места и времени. Или же мы осознаем, что чего-то не следует делать. Мы осознаем неверные эгоистичные помыслы и не следуем им. Пение что это такое? Это нечто ценное или напротив никчемное? Если у вас бывают сомнения на этот счет, участвовать в нем или нет, знаете ли вы, что при этом происходит? Вам приходится изыскивать какие-то причины и оправдания, в чем-то убеждать себя? Или же вы принимаете некую точку зрения, заявляя не буду или буду? Некоторые постоянно говорят «О, пение напоминает мне все эти ужасные вещи у католиков, слепое поклонение ритуалы, обряды и церемонии». Это просто приверженность некой точки зрения. Вы можете осознанно участвовать в церемонии или вы отвергаете ее из-за своей точки зрения. Вы можете верить традиции или же вы скажете «Я пойду только до этой точки, но не дальше». Так же и с монашеской жизнью. Вы можете посвятить себя монашеству или же хотите каких-то оговорок. «Я дойду до этого пункта, а потом не знаю. Моя медитация простирается настолько-то, а потом «Ну, может быть». Я хочу жить на своих условиях, не сжигая мосты, так, чтобы всегда можно было перебежать назад, если мне не понравится то, что открывается впереди. Конечно же, это сансара, беспечное блуждание. Практика осознанности – это практика настоящего момента, полной вовлеченности, полной отдачи, принятия. И это и есть освобождение. Противоположно этому, сомнения, рационализирования, оправдания и оговорки всегда создают тысячи сложностей, толкающих нас туда-сюда и смущающих нас. Так что поразмыслите над этим. Кто сокрушил и приятное, и неприятное этого мира, тот вступает на верный путь, ни к чему не привязанный, ни от чего независимый, освобожденный от всяких уз. Сама Парибаджане сутта, сутта Нипата. Учение Будды – это учение, помогающее нам понять самих себя. И хотя мы вполне могли бы сами их разработать, сомневаюсь, что лично я был бы способен на такое. Так что я благодарен за то, что учение имеет определенную устоявшуюся форму, позволяющую использовать его как руководство к пониманию моих эмоций, воспоминаний и привычек. Если я избираю образ жизни саманы, это значит, что есть нечто, к чему я добровольно предаюсь. Это нечто, к чему я испытываю благодарность и уважение, и поэтому я принимаю налагаемые на меня ограничения. В уме возникает катаню, благодарность. Я помню то огромное чувство благодарности Каджану Ча и ко всему тайскому обществу, которое возникло во мне, когда я понял, что это они дали мне возможность вести такой образ жизни и понять самого себя, и поддерживали меня в этом. Когда вы осознаете это чудо, вы с радостью живете в рамках традиции. Вы хотите в совершенстве исполнить предписание этой традиции и быть достойным ее, чтобы в некотором роде отплатить тем, кто поддержал вас. И тогда человек возвращается в общество, чтобы служить другим и дать им такую же возможность. Монах, живущий милостыней, это тот, кто дает другим возможность дать эту милостыню. Это вовсе не попрошайка, которая шляется по соседям и живет за их счет. Многие считают, что мы просто шайка попрошайк. Почему бы им не пойти работать? Небось лентяне чуют в своем читхерсхаузе и ждут, пока кто-нибудь придет их накормить. Нет, чтобы устроиться на работу и заняться делом. Но монах дает другим возможность подать то, что жизненно необходимо – еду, одежду, кровь и лекарства. Вам не нужно так уж много. И чтобы быть достойным подаяния, вам придется вести смиренную и безупречную жизнь. Мы размышляем, достойно ли я этого, живу ли я честно и праведно, согласно уставам. Ибо люди подают не лично мне, но санхи, живущие согласно учением Будды. Этот монастырь зависит от милостыни. Мы не берем платы за проживание из паломников. Каждый дает сколько сможет. Если бы мы брали плату и существовали на эти деньги, мы бы уже вовсе не были самонами. Мы стали бы предпринимателями, превратившими Дхаму, полученную нам даром, в бизнес. Страна, в которой мы живем, считается добродетельной и болгосклонной, но она стала слишком бюрократической и материалистической. Здесь в Европе люди утратили катание. Мы стали очень требовательны. Мы постоянно жалуемся и хотим все лучшего и лучшего, даже несмотря на то, что на самом деле нам не нужен такой уж высокий уровень. Будучи самонами, мы даем людям возможность поделиться тем, чем они могут. И это оказывает благотворное действие на нас и на все общество. Когда в обществе открывается возможность что-то пожертвовать тому, что ты уважаешь и любишь, люди обретают великое счастье и радость. Но если мы живем в деспотичном обществе, где люди постоянно стремятся урвать что только можно, это несчастное и подавленное общество. Итак, сейчас в Британии мы, монахи и монахини, стараемся быть достойными любви и уважения. Люди делают подношения и во многих людях возрастает вера. Все больше людей приходят послушать, и они хотят практиковать дхамму, хотят получить возможность идти вперед, и этот процесс набирает силу. Выдержка, долготерпение, высший аскетизм, высшая нирвана, говорят просветленные, хамопады. И это еще не все. Задавайте вопросы, наши эксперты и постоянные зрители стараются отвечать на все комментарии. Также проверьте, не забыли ли подписаться и поставить колокольчик, чтобы получать оповещения о новых аудиокнигах и других полезных для саморазвития материалах, которые выходят у нас каждый день. Присоединяйтесь к дискуссиям, не забывайте про лайки, по возможности и вдохновению понравившихся авторов и развития канала материально. Все ссылки, как всегда, будут в описании и первом комментарии. Всем добра, любви и мудрости. А сейчас переходите к просмотру следующей части данного видео по ссылкам ниже или выбирайте среди тех, которые увидите перед собой на экране. «Колкки手» Э Antик видео тъяс лейко tests довольно лейко и лар�� видео г slap под му 어요 Продолжение следует...